На портал экзагет поступил вопрос, в какие моменты службы нельзя ходить по храму и нельзя разговаривать? На вопрос этот совершенно простой ответ, ни в какие. По той простой причине, что мы собираемся в храм для того, чтобы предстать в молитве перед Богом, для того, чтобы принести наши грехи в покаяние и получить прощение их, для того, чтобы получить присутствие Христова в своей жизни через преподаваемые дары тела и крови Христовых. Мы не приходим туда для того, чтобы делиться новостями, для того, чтобы что-то покупать или продавать и делать другие удивительные вещи. Если быть абсолютно точным и корректным, то нужно сказать, что, конечно, всему есть свое время и в какой-то момент времени мы можем спокойно ставить свечи, в какой-то момент времени писать записки, в какой-то момент времени мы можем даже с нашими близкими, которых мы знаем внутри этого прихода, встретиться, поговорить, обсудить какие-то события, которые произошли за ту неделю, пока мы не виделись, но все эти моменты времени располагаются совершенно четко вне богослужения. Мы приходим в храм до начала службы, и в это время мы и пишем записки, и ставим свечи. Когда начинается богослужение, мы внимаем ему. Всякое бывает, в храм может войти человек, который не знает об этом правиле, да, и, как нам кажется, нарушает наш молитвенный покой. В данном случае наша задача собраться с собственной молитвой и самим так не делать. Если же что, то дело священника – научить, вразумить ли, сделать ли какого-либо рода замечание, явно не наше. По поводу же разговоров с нашими близкими, дорогими и знакомыми членами этого же самого прихода, то для них есть прекрасное время по завершении богослужения. Когда мы, получив Христа принятого, когда мы можем совершенно в мире сердечном, не впадая ни в осуждение, ни в раздражение, ни в какие-то другие негативные вещи, вот теми самыми событиями и новостями совершенно спокойно поделиться. Во время богослужения, повторяюсь, нет незначимых моментов. Потому что звучит ли евангельское слово? Приглашает ли диакон к общей молитве, возглашая прошение Ектеньи? Или хор призывает отложить мирское попечение? Или священник выходит с дарами? Какой из них незначим? Значимы все. Более того, даже момент, когда, например, после молитвы «Отче наш» священство причащается в алтаре и наступает некоторого рода пауза, как правило, большинством она воспринимается как пауза в самом механическом смысле. То есть, как будто богослужение прервалось, и пока ничего значимого не происходит, мы и можем занять себя и разговорами, и хождениями, и постановкой свечей, и другими вещами. Вот на самом деле нет. В рамках литургического собрания мы все ищем взаимоуважение и внимание к нуждам друг друга. Хорошо и правильно, когда священник проявляет такое внимание к прихожанам, но точно так же хорошо, когда и прихожане проявляют аналогичное внимание к священнику. На этапе, когда предстоятель причащается в алтаре, конечно, сохраним благоговейное молчание, дадим ему спокойно причаститься, потому что дальше ведь он выйдет с причастием к нам, и мы будем хотеть принимать причастие тоже в благоговейной тишине, которая сопровождается только молитвенным пением хора. Поэтому будем здесь взаимны, будем предупреждать друг друга и, соответственно, богослужебное время отдавать только молитве и ничему более. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok